В 1942 году у нас было, считается в войне, что у нас было главное направление, это битва за Москву. Мало кто знает, что у нас Гитлер сказал на совещании 1941 года, что это меня в Москве не очень волнует, потому что она все равно падает. Для меня более важно это получить несколько фазов, потому что нефти уже не хватало, все запасы, которые Гитлер сделала, он уже заканчивался. В Румынии подвергались бомбардировке, нефти не хватало, и уже бензин делали синтетические танки, мы у Гитлера заправлялись бензином. Наши танки заправлялись соляркой, причем у нас нефть на Кавказе была настолько хорошая, но до сих пор она хорошая, что если вы приедете в Дагестан или куда-то, там вам могут из огорода бензин принести. Его можно было просто заливать в танки, в двигателе. Ну, двигатель танка может служить там тысячу, максимум часов. Ну, танки обычно через неделю, они сгорали, уничтожались, поэтому можно было спокойно заливать. Поэтому для Китлера была очень важная нефть. И Гитлеру было очень важно, чтобы Турция, союзник Гитлера еще с 1939 года, шлепила войну. Потому что людских ресурсов у него тоже не хватало. Он слишком много размахнулся, начал воевать со многими странами. А вот 100 километров, 100 километров, это с 1 сантиметр, вот здесь уже стояла танковая дивизия африканского корпуса Роми, мы слышали, наверное. Так вот он в день потребляли примерно 1000 тонн горючего, вот это весь корпус у него. Но через резервное море, транспортами доставляли 200-300 тонн всего лишь. То есть с нефтью было очень важно. Поэтому направление главного удара было не только Москва, куда он направил 70 дивизий, 60 дивизий. Он направил на них. Причем были отборные очень хорошие дивизии. Для него было очень важно. На границе с Турцией мы держали очень большое количество войск. Потому что Турция имела армию, не уступающую ни нашей армии, ни немецкой армии. Третья армия в Европе. Если бы Турки вступили в войну, то мы это куда-нибудь не пожалели. Но за счет того, что мы сняли, Турки не вступили в войну и мы сняли очень много солдат с этого фронта, мы могли организовать оборону только лишь на уровне Женихидии и Грозного. До этого у нас войск здесь практически много. Вот по данным. Мы почти в два раза по численности. То есть если германские войска были хорошо обучены и подготовлены опыт войны, то здесь были солдаты, как говорится, нелинейные солдаты. Это охрана, это внутренние войска, это курсанты. И вот эти первые бои были самые ужасные в то отношении, что они просто были не готовы воевать в этих условиях. Когда гитлеровцы взяли Дон, они в течение года обороняли. В 1941 году Дон Ростов переходил, мы его отбили. Потом в 1942 году гитлеровцы захватили и три армии рванули сюда. Здесь их практически ничего и сопротивления не оказывали. И Гитлер решил, что с Кавказом покончено. И поэтому он приказал 30 дивизий из 60 направить под Сталинград. И половину там первых дивизий повернуть сюда. Это была у него ошибка. Он подумал, что уже это все закончилось. Но гитлеровские войска вышли на перевалы, до моря они не ступились. Только он сказал, как только я выйду на море, за Кавказом и сюда, то вам не видать ни Грузии, ни Армении. Вам тоже ничего не видать. Потому что турки все умно поступили, в войну не вступили. И вот этот резерв, который мы выведем туда, мы этим резервом могли остановить немцы. И вот первые бои были очень тяжелые, потому что солдаты, которые кинули, были, они не были готовы воевать в горах. Шинели у нас были лучше, чем немецкие. Валенки у нас были, у немцев не были. Но главное, у нас не было баз, у нас не было возможности все это высушить, все это погреться. Если солдаты немецкие, вермахта и дивизии вышли, они сначала построили блиндажи, с банями они здесь были, с самоварами, с печками. У каждого солдата был свой шачок или мул, при помощи которого он передвигал. И они первые, что сделали с нами в перевалы, они выстрелили блиндажи. Потому что представляете, на высоте 3000 метров уже в середине августа температура падает ниже нуля. Если ты там подмок где-то был ранен, то ты ночью не переживешь. Наши солдаты были эти лишние. Первые были бы и самые сложные. Это были так называемые безнамерные роты. Потому что, когда немцы двигались по дорогам, вот, Кисловод, Скорочай, Майкоп, наши войска уходили в этот город. И все перевалы, которые в основном приходились, вот сюда приходились. Нашим солдатам давали оружие, кормили, но у них не было ни кружек, ни ложек, ничего. Мы очень много находили самодельных кружек, ложек, которые не делали из гильз, из того дела. И даже у нас здесь есть самодельные кошки, которые грузинские кузнецы делали для наших альпинистов. Но, когда немцы начали брать Ростов, по приказу Берию, Берию приказали руководить обороной Кавказа, потому что наше начальство не справлялось. Ворошил говорил, что нам в горах на конях не воевать и, в принципе, горы и так никто не пройдет. Но еще опыт показывает, что наши солдаты еще и в альпах переходили через оружие. Но это было не учтено. Немцы вышли на перевалы, но спуститься на море не могли. В Сухуми немецкие специалисты строили дорогу, вы знаете, на улице Рица. Так до этой дороги они дошли всего 6 километров. И вы же должны были в ноябре 1942 года уйти, потому что снабжение войска оказалось настолько затруднительным, что вся группировка, которая спустилась в район Сухуми, вы должны были уйти. Вот капитан Гуси, который потом командовал снятием флага, он как раз таки занимался вот этой обороной. Кстати, он был профессором, хоть он был альпинистом, но он был профессором. И он был довольно такой умный человек, представляет, альпинист, профессор. У нас вообще-то все альпинисты были такие интеллектуальные виды спорта. У нас были колхозные, которые поднимались на ребрус, но альпинизм считался высокоумственный труд. Это немножко мне ходить. И вот получилось так, что первые бои были сонносложные. Капитан, лейтенант, видите, как полка, то есть они были кавалеристы. Столько кавалеристов в горах, так вошли с ним пройдет. И ему была безномерная работа. Была поставлена задача в сентябре месяце выбить немцев из приюта 11. Приют 11 – это было трехэтажное здание, построенное в 1938 году. Там было 200 коек, было горячие полы, дубовый паркет, свои электростанции, большие продукты. То есть там немцы могли поместиться 500 человек. И они сразу же это заняли. Они воевали в теплых условиях. Они воевали, спускались, поднимались, сгрелись. Солдаты наши, роты, которые приказали подняться до приюта 11, снизу без канатных дорог, чтобы подняться под приюта 11, под огнем ворогашек не заметили. Это нужно минимум две ночи переночевать где-то в горах. Так вот, рота гагарянцев подняла, на свою задачу она выполнила, все остальные три отряда не могли подняться, потому что была непогода. Если этот отряд поднимался там, где их не видел немцы, одно дело идти без боя, скрываясь где-то, и в другую ночью там можно было среди камней начать палатки, ну плащ-палатки, как-то переночевать, даже что-то разогреть, то на ледниках, на снегу просто так, просто так не остановишься, не отдохнуть. И вот этот отряд из четырех отрядов оказался один, и когда уже погода развеялась, когда пульга закончилась, эта рота практически вся погибла. Она была просто немцами расстреляна. И вот они с высоты 4200, за 70 лет ледники сдвинулись, и их тела начали выходить на поверхность. Вот если посмотреть такую фотографию, то вот видите, вот здесь столб стоит. Этот столб, это как раз таки вот здесь всего лишь 300 метров, это станция Мир, это бочки, вот это бочки, которые идут на Новой канатной дороге. Вот на этом месте, вот это сдвинулось с высоты 4200 метров до высоты 3700, вот в этом месте еще лежит 60 человек от рота гидроянца, которым мы должны похоронить. Вот орла недавно нашли, несколько лет тому назад, под Пятигорском, говорят, этого орла сделали немцы, чтобы установить на одних из памятников. Высота этого орла 3 метра. Но они сделали, установить не успели. Ну и там завалили, потом его нашли, и наши умельцы там, ребята, поставили где-то вдоль, это близко, возле дороги между Пятигорском и Карачаевском. Третья задача была для немцев, это нефть, это вступление Турции в войну, и они считали, что Письброс – это старая древняя гора Арьев, что здесь можно найти какие-то знания, он был мистиком, он считал, что здесь находится подземный мир, в котором он может получить какие-то тайные знания. Вот на этих фотографиях еще шли бои, они наступали со стороны Баксана и отсюда, то есть наши войска снабжались только лишь через перевалы, лесбосамолетами. Видите, вывивали свастики 28-го, 10-го, 42-го года, это был такой для них незнаменательный день, в Пятигорск приехало высшее начальство ННРБ, причем это эсэсовское, они устроили кровавый какой-то там, и говорят местные жители, что в этот день они даже принесли в жертву собственного офицера. И они не нашли этот вход в подземелье, который они искали, там они считалось, что там они могут найти чашу Граля, потому что у Гитлера было, он был мистиком, у него было копье судьбы, так называемое, если бы он еще захватил чашу Граля, то он был бы властелином мира, считалось. А под древним одним из этих, что чаша Граля могла находиться не только в Европе, но и на Кавказе, потому что, когда там были веры, которые владели этими всеми чашами, там Гралями, копьями, когда их начали уничтожать, это преследовать, они ушли на Кавказ. А здесь, в районе Заюково-Харахоро, вам показали, были древние монастыри, по старым этим, там, может быть, это было спрятано. И вот эти ходы были найдены совсем недавно. Сейчас на глубину найден ход на 120 лет. Помните, я вам рассказывала, вот с той стороны Виктор Котлеров, и вот тот камень именно с 28 октября, вот, про который я говорила, немецкая свастика, это вот один из исследователей наших кабардино-балкарских, Виктор Котлеров, он и Мария Котлерова, это здешние краеведы. Вот, а про ту флягу, вот я говорю, мои распечатки меня увели. Покажите, вот, помните, я вам говорила, вентиляционная шахта, вот она. 40 на 60, на глубину 120 метров, свежий воздух. Обратите внимание, стенки какие ровненькие, видите. Вот это было сделано, геологи говорят, 4000 лет тому назад. Ну, говорят, газ выходил, ну, газ так ровно выходить не могут. Ну, во всяком случае, те помещения, те плиты, которые сделаны в пирамидах Хеопса, примерно они имеют такое же вот строение. И еще неизвестно, кто это все построил. Ну, слава богу, не нашли. Ну, может быть, они нашли, может быть, это не изменилось, но все, во всяком случае, до 60-х годов все эти районы были закрыты. Если сейчас вы попросите кого-то показать вам этот ход, вам не покажут. Котлеров переезжает, он приходит сюда, его показывают. Он выходит, ищет, но не находит этого входа. Ну, во-первых, чтоб народ туда не лазил. Представляете, на эти глубины, в этих шахтах начнет спускаться. Это там нужно целый спасотряд держать. А во-вторых, ну, мало ли кто что. Там же все-таки у нас на Кавказе очень много. И вольфрама, и молебдена, и урана, и золота, и минералов, и все-все-все. Это районы закрыты. На Северных Слонах Эльбруса еще немецкий аэродром, где монахов он принимал или приглашал. Они должны были тоже найти, что-то найти. Но говорили, что они, как говорится, ничего ему не нашли по обходам. И сказали, что, ну, так грубо говоря, видят танки на улицах Берлина. Русские танки. Их там ледник, который никто не ходит. Он очень крутой, который двигается. Знаете, как на Памере есть медвежий ледник, который пульсирующий. Этот ледник имеет скорость максимально 150 метров. Он не двигается каждый день 150 метров. Массана собиралась, он сдвинулся. Массана собиралась, он сдвинулся. И вот мы уже увидели пастуха, который сказал, что когда они скрывались от немцев, от Хурзук, ну, вот это вот верховье реки Кубань, он видел, как на Новый год на ледник упал самолет. Он всю жизнь рассказывал, ему никто не уверен. Ну, кто-то что там тебе приснилось на Новый год? У нас было время, мы вышли на этот ледник, нашли двигатель. Двигатель 1939 года. Двигатель тяжелого бомбировщика ДБ-3. В глубине в трещинах мы увидели остатки экипажа. И до сих пор с 1996 года ищем, потому что за это время мы нашли двух членов экипажа, ищем третьего члена экипажа. В Тернаузе мы похоронили. Вот, видите, рука из ледника торчит. Это рука последнего героя Советского Союза, капитана Иванова, командира вот этого самолета. Они вылетели из Кутаиси бомбить Ростов, Батайск, как раз Торренградская битва. А если бы Ростов соединить с Кутаиси прямой линией, вот здесь Кутаиси, то это как раз таки идет через Эльбрус. И самолет погиб без пятнадцати час 1 января 1943 года. Они пытались сесть, потому что двигатель один был поврежден, а второй. Но, соответственно, самолет разрушился. До сих пор мы ищем еще третьего члена экипажа Тюнина. Так что последний герой в Советском Союзе на Кавказе, который мы после войны, это как раз таки летчик, который погиб на ветре. Очень интересная история, потому что когда мы нашли этот самолет, и у нас поисковые отряды были кроме детских на фотографии, у нас еще был полковник генштаба авиации, который служил в Москве. И мы ему дали поручение начать архивы искать. И вот он говорит, у него все разрешение будет. Ну, представляете, полковник, генштаб, кажется, все ворота открываются. Он приходит, ему вот кресты ставят на дело, а не пускают, не пускают. Потом мы выяснили, что здесь во время, уже после 50-х годов, над Эльбрусом какой-то самолет потерял что-то. Ну, я не знаю, там ядерную бомбу, там что-то, что-то, что-то. И все сначала подумали, что мы нашли этот самолет. Мы потом разобрали, что это самолет древний, и нам длили. А так вот, знаете, не запускали. Но как-то, ну, мы сделали фильм, поэтому... У нас есть фильмы, которые сделали немцы, снимали. Есть немцы, как поднимали флаги, как они захватывали приют одиннадцать, как они здесь мосты строили, как на охоту ходили, как они воевали здесь, как стреляли из пушек. У нас эти документальные фильмы есть. Эти фильмы были переведены с немецкого языка в честь 50-летия, и, в принципе, их Германии не показывали. Мало кто знает, что сначала капитан Грод, который был с нашими альпинистами, который здесь ходил, все это разузнавал, знал. Он один пришел, занял приют одиннадцать. Потому что, представляете, вот такой туман. Война идет. Никто не знает, где война идет. И вдруг идет группа людей. Белых москалатов. Кто идти? Все подумали, что там было 5 красноармейцев. Были солдаты. Нет, эти солдаты были. Потом были зимовщики на приюте одиннадцать. Вышел человек, подошел к двери. Он Грод рассказывал. Он русский язык хорошо знал. Винтовки стояли возле ухода. Он их положил. Говорит, ребята, идите. Он у меня рота говорит. Я знаю вас. Я был здесь. Я всех отпускаю. Только винтовки оставьте. Если хотите, служите с нами. Все ушли. И по фильму там два солдата остались. Это солдаты, которые были призваны из Азии. Они даже русский язык не знали. Ну вот так и были. Эти фильмы были переведены на русский язык. Эти фильмы у нас есть. Так что у меня была одна пушка против танков. Несколько десятков танков. И двадцать снарядов. Это пять минут, ну десять минут было. Потому что не было. Миномет. Горный миномет. Весит всего двести пятьдесят килограммов. На троих человек. По пятьдесят килограммов на три часа. Самые большие минометы, которые принесли. Ста двадцати миллиметров. Это с Кавказа. Они установили на склонах Чебета. И тогда самим видимо было обстрелили все, что могли. Но одна такая мина весит тридцать килограммов. Через перевалы были переведены люди. Основные жители. Старики. Дети. До седьмого ноября в течение двух месяцев. Наши альпинисты переводили через перевалы. Представляется вот в такой снег. В такую погону. Всех перенесли. Перенесли несколько десятков тонн. Ольбрамового, Ольбрамового концентрата. Немцам не досталось. Солдаты, которые воевали здесь. И ходили через главный Кавказский хребет. Для того, чтобы отдохнуть. Там лечиться. Не каждый из собой. Еще это. Нужно было внести. До двадцати килограммов. Мешок. Солдаты. На лебенном концентрате. То есть бои здесь были очень сложные. Сложные не в масштабах. Что там армия погибала. Но все-таки немецы допустил три армии. И мы как минимум три армии выставили. И медали за оборону Кавказа. Выточнено 930 тысяч человек. Почти миллион человек. Это одной медали. Это просто говорит. Насколько были здесь сложные и тяжелые бои. Но вкратце я вам сказал. Японская винтовка, которая царская Россия на пути на Японию перед первым мировым годом. И мы же воевали. И наши винтовки, и немецкие винтовки. Диски покажите мои, пожалуйста. Пожалуйста. У нас вот это все, что я вам рассказал. У нас все эти фильмы есть. Диски есть. Мы сотрудничали с видео и выразили. Музей народный. И поэтому так. Посмотрите. Возьмите на память. Я собирал материалы. Возьмите на Кавказе. Что связано в Верну? Почему депертура давно? Почему он накажет полиции Раду? Какие наши развлечки? Это весь на Кавказе. Это один фильм. Каждый день мы с ним перейдем в Санкт-Петербург. Это все художественные фильмы, которые у нас здесь снимают. Гурченко у нас здесь фильма была. Поднималась на вершину Тангусару. Дискинки в 1700-какаке-минейска. Они взорвали. Молодым солдатам, которые остались живы. В общем-то он ушал. Позрасти сюда вместе. Это мы поистину. Так. Сколько у нас? 250. 250. Это не очень долго. Только какая память. Хорошее качество. И причем. Какой ваш личный автор? Спасибо. А тут фильмы. А тут я сам. Да. 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 Ну, еще давайте. Посмотрите, здесь тоже где-то. Мы катались по Кавказу. И в Вене, и в Северном 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 Северном. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...